Аллилопатия. Странное слово, которое для многих садоводов, ну как китайская грамота. Валерий Константинович, что же такое аллилопатия и для чего знания об этом явлении нужны садоводам? Отвечаю для обыкновенных людей, не по науке. Значит, соседство одних, деревьев одного вида, совершенно не дает развиваться другому виду, если они находятся на расстоянии даже нескольких метров. Значит, причина, их называют несколько, одни считают, ученые, что... Причина в том, что корни выделяют такие вещества, которые угнетают и не дают появляться рядом никому, как конкурентам. То есть, вокруг пустота. Хоть миллион этих самых семян, хоть два миллиона, ни один не взойдет. Второе мнение такое. Излучение, ну скажем, биополе. Вот не переносит и все. И у меня такие вещи были. Вот одно растет ровно, а другое в трех метров. Смотрите. Вот так. И я такое много замечал. Может и это. А может, просто света не хватало. Как будто магнитом отклоняет. Да. И третье. Испарение, может, плодов. Вот. Может быть, листьев, которые отгоняют, и это считается чуть ли не главной причиной, отгоняет насекомых пчелы. И другие насекомые тоже, среди них много есть опылителей. Но и пчелы, мол, и другие опылители не переносят запаха вот этого вот манжурского ореха. Видите, к чему я? Манжурский орех. И тут мне представился случай убедиться, что не все так просто. Получилось так, что несколько самых плодоносящих деревьев, груш, оказались в настолько близком соседстве, вот с этим гигантом, если там посмотреть, он достигает высоты примерно четвертого этажа. Вон, вон. Выше яблони, выше груши. Вот. А груши тоже. Это где-то три этажа, и это где-то три этажа. Вот. При этом, если приглядеться, в этом году урожай, ну, такой, средний. Это где-то ветер 30 тут будет. И ветер 30 будет, это сварок. Нарядная эфимова. Вот она. Приглядитесь как. Нет, меньше. В этом году будет 20 ветер. Вот. И еще груша. Еще ближе ломится. Абрикос ломится. И еще груша. И я пытаюсь. А с той стороны у него опять соседи. Вот. Вон они. И я смотрю, он как этот гигант. Он занимает огромную площадь, высоту, отнимает часть солнечного света. Его крона буквально доминирует над ними. А вырожай никак не снижается. И вот. И я вот на этом примере, во-первых, хочу сказать, что надо пересмотреть. Надо вот таких примеров не один. Пусть он особый. Как случилось? Три самых гигантских дерева образовали треугольник. Несколько метров между ними. Так. И ничего им не делается. Хотя у них кроны сомкнулись. Раз. И урожай не страдает. А во-вторых. И самое главное, почему я сюда привел и почему эту тему поднял. Сам манжурский орех, это все знают. Помните, как кролик, ценный мех, 2-3 килограмма диетического мяса. Так вот, то же самое. Манжурский орех. Плоды дает. А вы знаете, что их даже если уметь разбивать, что можно... А у этой мякоти, у манжурского ореха, по сравнению с грецким, 3-4 раза больше. Все, что там может быть, это имеется в виду витамины, все. Причем настолько они полезнее, питательнее, что их даже надо ограничивать пищей. Да, разбить трудно. Да, внутри мало мякоти. Но это ценнейшая мякоть. А получилось как? Вот из-за этой якобы лопати, несовместимости с другими видами, он фактически стал каким-то отшельником. Каким-то... Какой нельзя в сад? Это же есть? И вот получается, что... Да, я собираю с него семена, косточки. Вот. Расходится очень плохо. Так. Но... Хотелось бы, чтобы лучше... Вон они первые посылки. А, нет, это игрушки. Получается, какой лопати нет? Нет, я никогда так не говорю. На одном примере я никогда не говорю. Я говорю, это надо переосмыслить. Надо проверять. Почему? Потому что у него есть свои особенности. Если он отпугивает насекомых на здоровье, отпугивай. Вот. Но под ним есть определенная аура. А если их посадить сто тысяч, вырастить рощу? А в этой роще санаторий. А в этом санаторий, прямо под ним лавочки, скамейки, кушетки. И там люди лечатся. Чем? Воздухом этим самым. Ведь это насквозь. Тут нет... Тут все лечебно. И вот знаю, что все лечебно. У меня сосед... Не сосед. Резюмируем. Резюмируем без примеров. А еще будет это, рецепт. Давайте расскажите. А вот мой знакомый хороший, он берет... У него такой же орех. Он берет вот эту мяк... Именно в этой стадии. Эту зеленую. Она считается самым ценным, одним из самых лечебных веществ в стране и в мире. Ну, дальше идет список. Сами знаете. Но он-то что делает? Простой человек. Настойку. Что там у тебя пьет? Колени мажет. Говорит, сам себе на ноги поставил. То есть спиртовая настойка или водочная. Вот на этой вот зелени. Вот я почему это взял?